ну дорогие друзья новый день настал утро день вот так что все это выглядит у нас утренней 8 часов утра у нас вот такая небо так все это рано утром 8 часов утра сегодня хочу показать видео сегодня конечно ему может быть это как бы нельзя но я для вас это сделаю покажу одну квартиру которую все обставлено все куплено новое ну кое-что есть такое пользование но это очень в хорошем в хорошем техническим состоянием мебель и хочу показать что как у нас у нас драг далее принимают беженцев какие условия им предоставляется именно когда они сюда приезжают приезжает одна семья с четырех человек одна девочка по 12 12 лет 1 и мальчик 14 лет и папа и мама они они из африки беженцы и хочу показать квартиру сегодня как это обустроено я в этом участвовал потому что как бы это моя работа вот и квартиру вы это не видели и сегодня я думаю маленький видосик показать и конкретно что куплено что что да дано этим людям это полностью оплатила государство я надеюсь что там все в порядке если никто меня там на снарист норвежкой стороны не думаю не будет так смотреть чтобы как это как это выдается эти квартиры и подготавливаться к приезду их они приезжают 30 числа это получается вторник 30 11 2000 1 года а сегодня у нас 24 числа ноября так что покажу как это все обустроено ну вот и так смотрите и думайте размышляйте пишите кстати сейчас утренняя погода очень интересно очень красное небо этого утра у нас сейчас находится сейчас я буду переодеваться так слава богу хочу сказать со спиной у меня тут все в порядке короче вы дали лекарства отболивающие и ну и другого никаких не было врач не приписал и спина прошла сама собой сейчас я отключаю этот розетки на ночь стояла в эти две лампы три лампы должны были гореть если заряжается сейчас они потухли значит машина готова к работе мы резина резину там показан да поменял да вот а сейчас так переодеваться еще раз переодеваться темно темно ну тут как всегда по прежнему так же само вот так что вот так ну вот дорогие друзья мы на месте вот такой классно солнце восход солнца красивое время ну без снега вот так это все выглядит ну это уже кто меня смотрит тут уже зверь знает это место узнает а для новых это место для для людей которые не могут себе позволить что дом или чего-нибудь и не снимает квартиру в комьюна и так же самое здесь и поселяют тоже начали поселять немножко беженцев и тут старые люди живут и хочу показать сегодня квартиру что для их приезда приготавливается вот эта квартира номер 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 с метра а ну это место называется так сейчас откроем замок свет автоматически включается квартира вот и мы внутри пришлось поработать немножко вот вот для них и так вот это тут лампу все сами делом вот мебель приготовили диваны куплены новые стол пользованный ну хорошим состоянием телевизор новый всякие рисунки уже подготовлены для них для детей классная раза кстати глиняная глинистая вот интернет для них тоже будет altibox вот там интернет будет занавески все куплены тоже новые ковры все новые вот здесь ничего не был лампы тоже новые тоже с вчера восстанавливал потом идет холодильник полностью новой грундык но тоже не подключен только туда розетку не включены ну полностью новый холодильник это морозильный шкаф вот столик для них подготовили так же самое свет вот так плита новая новая стиральная машина посудная мощная потом новый этот самый микроловкая печь также сама новая плита все новое и я тут поставил это вот техники безопасности то есть если что-то готовишь кушать если ты отключаешь на какое-то время и пиликает если тебе ты не приходишь на эту кнопку не нажимаешь он срабатывает то есть отключают плиту вот тоже все так устроено очень удобно тепло хорошо они приезжают 30 числа вот и также можем дальше пройти комната для них уже подготовлена это для взрослых это все новое полностью все новая занавески новый лампу устанавливал сам очень ярко и потом идем мы и умывальный машина полностью новая это для них вот и унитаз я поставил новый потому что был старый старый разбит вот и я кто меня не смотрит тот уже меня узнают тоже все новенько тепло хорошо пол греется и вот для них тоже вот комната вот как показывал лампы восстанавливал тоже новую лампу ставил за навеской сделал чтобы разделить комнату так было сказано и ковер новый все кровать новая все работает комната для детей тут будет девочка или мальчик ну кто с такой стороны не знаю вот и такого обзор квартиры тут одна бабушка жила когда там она умерла два месяца назад умерла и тут мне было время подкрасить по ремонтировать подготовить для приезда их вот и как бы все готово для принятия их и а то тут вот пылесос тоже новый новый абсолютно новый ну даже книжка у него есть даже этого пылесоса вот так у нас принимает тоже это все новое сушилка гладиальная доска тоже новая это типа маленькая кладовочка и вот и как бы вот так это все выглядит ну приятно 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 принимать людей которые начинают новую жизнь которую вы их на государство война а мы это можем принять это что радует меня и тут такой свит ну тут еще веранда идет веранда идет вот так вот там уже ремонт делать кстати вот это вот я сам делал пять лет назад делал эти люди уже съехали и там кто-то будет другой жить уже ну тут вот там еще куда-то кладовка идет для дров вот это вот гаражи и мусорное отделение кстати когда они приедут мне придется им показывать где для мусор для бумаги где для ед питания где для пластики это надо будет показать потому что у нас норвегии мусор сортируют довольно с этим строго если ты не это не делаешь они просто не берут эти канны то есть не увозит мусора если что-то неправильно ну так думаю надо тебе это или не надо так что вот так у меня очень нравится удобная квартира приятно ну и будет дровами топить или электрическим сжечь вот так что так и сейчас хочу течение дня чего-то не будет такой что интересно будет я вам покажу вот и расскажу вот так я тут даже еще заметил что для них даже купили компьютер новый новый компьютер лаптоп купили новый для них за для занятий детей в школу тоже хорошо классно кстати будут дети учиться ноутбук компьютер готовы для них ну так ну дорогие друзья ну вот сейчас нахожусь в другом месте нахожусь с мекро теперь я хочу показать вам концерт именно пенсионеров это получается каждый месяц один раз собираются люди ну пенсионеры вместе всех кто здесь живет ну кто хочет конечно и собирать в одном месте и потом кушают гороховый суп хлеб но я вам покажу на видео играет музыка оркестр я думаю вам это понравится ну так слава богу у нас так короны так не парят у нас здесь и у нас этим делом удобно вот и если можно собираться людьми старший и взрослый пенсионеры и тут я не успел зайти и как сразу налетели некоторые люди на меня типа ой микрофон не работает ой то не работает ой может это сделать может делать так прошел эту машину чтобы взять батарейки и поменять микрофон микрофоне батарейки это сделаю господи проблем то какая мне это за радость это делать и покажу вам это концерт и так что наблюдайте и наслаждайтесь вот сейчас ну это место вы узнаете как бы здесь живут люди но не только здесь собираются так так тихонечко пойду и покажу вам как тут играет музыка я тут уже ну только что было люди налетели он сделал то сделал то я сделал вас и там будет микс и карина кто меня знает тот поймет сразу мы люди и артур который на гармошке играет больше не буду разговаривать буду так вам показывать чтобы не мешать я я я я я я я я я и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Видео выйдет в субботу, и я пока сделаю немножко паузу, то есть во вторник и четверг видео не выйдет, чтобы вы знали, чтобы вы не переживали, потому что есть на это особый случай, потому что Гуннар завтра в пятницу у нас уезжает за границу довольно далеко, вот, по своим делам. Ну, девушку навещать свою, он это полно имеет право. И у меня немножко тоже, я буду немножко занят довольно сильно, и нет у меня времени немножко снять видео, ну, как бы это, нет на это время, и на следующей неделе, два дня, вторник и четверг, видео не будет, чтобы вы понимали. И, дорогие друзья, а в субботу у нас будет, как, снова будет видео, ну, с субботы, не с этой субботы, а с той субботы. Это в субботу выйдет это видео в эту субботу. Вот, погода у нас прекрасная, много снега обещали. Вот, и, как бы, посмотрим. И потом, кстати, мы сейчас с Гуннером договорились, что пока он будет за границей, он будет снимать видео, но он будет говорить либо на норвежском, либо на английском, но прежде чем его на видео будет выпускаться без меня, я вам, он мне скажет то, что он там говорил, я вам скажу, а потом это видео будет. Это видео будет начинаться не с этой субботы, а с следующей субботы. Вот, так что будет очень интересно именно, как он приведет время за границей. Вот, ну, как бы так, я пожелаю ему удачи, пусть все будет осторожно, с этими, со всеми перелетами, и он просто уезжает на неделю. И я ему дал задание, я с ним не могу летать, но он это сам будет снимать, говорить, а потом я буду, потом мы будем сидеть вместе, пересматривать, что он там говорил. Я вам буду говорить на русском языке, чтобы вам было бы, дорогие друзья, понятно, о чем вообще смысл именно за границей. Так что тоже будет интересно показать свои за границей. И он, конечно, может быть, намного лучше снимает. Вот, и думаю, надеюсь, что справится. А я вам все объясню, что он говорил, и покажу. Вот, как бы вот так. Так что, дорогие друзья, хочу сказать спасибо, что смотрите. Здоровья, удачи, ставьте лайки, если вам понравилось, и удачи всем. Так что, вот такая немножко информация. Всем здоровья и пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok